Добрый день! Мы находимся в поселке Великодоринском по улице Великодородной 16А. Здесь происходит спор между двумя соседями за границу земельного участка. Вот где нас находится хозяйка дома по 16А. Представьте, как вас зовут? Мозанюк Таисия Николаевна. Таисия Николаевна, расскажите вкратце вашу историю, что здесь происходит и что сейчас будет. Ну я здесь уже прожила 25 лет. Раньше этой соседке, что вот Сиренка Екатерина Евгеньевна. Она сама этот забор поставила. Все соседи за меня подписались еще когда. Это вся улица за меня. И вот получается я пошла, дом у меня давно приватизированный. Чтобы приватизировать землю. Вокруг дома, да? Вокруг дома. Здесь у меня 4 соточки, там 70 с чем-то. И этот. Когда пошла, она начала возмущаться, что это ее земля кусок. И все остальное. Я пошла, вызвала меня Орловская, Ольга Александровна. Вот. И они мне сообщили, кто первый, тот и прав. Вот. И начали мне сначала делать пожарный въезд, когда 15 метров за здание. У нее там был сарай. ЛТО, лагерь трудоводыха был. Раздали квартиру. У нее там был сарай. Она потом сделала с него квартиру. И теперь надо этот кусок земли забрать у меня, чтобы продать этот кусок. Сарай. Сарай этот. Да, квартиру. Въезд. Но с той стороны, между домами, у нее тоже есть земля, и можно свободно сделать въезд. Оттуда? Оттуда. И вот полтора года вот идет вот этот у нас стол. Ну, идемте на месте, покажем, где вы считаете, ваша земля, где ихняя. 9 метров так вот идет с копеечками. И 15-40, вот так идет. Вот. Вот. То есть вот этот забор? Вот этот забор. Который стоит здесь? В общем, 25 лет стоит. 25 лет стоит? Вот она сняла вот этот забор. И хочет его передвинуть? Передвинуть вот сюда, чтобы вот это продать. Вот у нас здесь идет водопровод. У меня идет, она его захватила вот прямо по этому. Вот водопровод мой идет. Вот. Вот здесь у меня яма конвенционная тоже получается. И это же там люк водопроводный? Люк водопроводный, да. И я ей дала еще воду. Я добрая женщина, еще не отрезала ее. Вот. И вот она продала. Вот этот кусок она хочет продать. Вот это ее земля. Дальше. У нее здесь живут квартиранты. Вот там живут квартиранты. А через дом у нее вся земля ее. Она всех по кускам продает. Вот за домом этим. У меня вся улица подписалась. Я обратилась до областного депутата. Он за меня. У Синов Александра Тайфуковича. Он неоднократно здесь был. Здесь уже было 6 комиссий. Ну приезжают комиссии все с ее стороны. Все с ее стороны, да? Да, да. Здесь были кто хочет у меня уже был. Вырвала у меня вот все помидоры. Зашла. То есть она как бы в отместку за то, что... Вот она все цветы повырвала, которые каждый покупал по 25 кустик. Вот смотрите, она вырвала у меня все помидоры, прям с помидорами повыкидывала кусты. Вот. Вот это все она все повырвала, вот все повыкидывала. Внуки приходят, даешь им картошечки, помидоров. Она просто нагло зашла с тремя мужиками. И пока я была на работе, она делала, что хотела. Она заходит в любое время сюда. Даже если заходили, у меня есть, у меня нет, они заходят без разрешения, делают, что хотят. Давайте подождем представителя посылкового совета, кто там еще в этой комиссии будет, кто там будет. Каждый раз разная причина. Каждый раз. Ну посмотрим, кто приедет, пообщаемся, что они скажут. Земельный вопрос. Решил успокоить всех людей. Нам понятна вся ситуация. Мы же здесь не являемся стороной по делу. Мы являемся просто теми людьми, которые фиксируются на видео. Вот у вас есть человек. Вы с ней разговариваете. Мы послушаем. Ну комнатная ваня наутро бы зашла. Не позвала меня. Я уехала. Подождалась, пока уеду на работу. Привела трех мужчин. Подъехали на микроотобусе. Вырвали все, забрали. Вот помидоры повыкидывали. Полностью кусты. Полностью все, как всегда, она выходит. Это уже у нее второй раз. Она вставит забор. Сама по себе. Приходит. Что там по документам? Земельная комиссия рассматривала вопрос на протяжении полтора года. Ситуация была конфликтная. Сегодня есть решение суда, вынесенное 20 февраля 2018 года, про наложение сервитута по адресу Кооперативная 19В. С этим решением суда владельцы дома были ознакомлены, предоставлены. Здесь нет никакой конфликтной ситуации. Сегодня по законодательству мы присутствуем при исполнении решения суда. Какой здесь сервитут? Ну вот по схеме. Ну какой въезд? Что здесь должно быть именно? Это не въезд, это время, это проход. Ну как проход? Куда проход? Кому проход? Я этой землей пользуюсь 25 лет. Я за нее регулярно плачу. Я проработала в совхозе до яркой сколько лет. У меня много детей здесь, много внуков. Земли другой у нас нет. Не у детей. У меня дочь, у меня детная мать, четверо детей у нее. Она не имеет жилья, ничего не имеет. Она живет на квартире. Это у детей 4 сотки с чем-то? Что такое сервитут? Сервитут по земельному кодексу. Это возможность прохода проезда к строению имущества, доступу к зданию. Сегодня оно есть. Здание какое? Коперативный. Властным, собственником имущества сегодня является Сиренка Ирина Евгеньевна, которая имеет 1,5 часть объекта недвижимого имущества, а именно 32,6 квадратных метров. А на каком адресе? Коперативная, 19-ая. Ну а мы с вами находимся на улице Виноградной. Идемте на Коперативную и делаем там сервитут. Мы исполняем решение суда. Нет, вот видите, идемте на Коперативную, у нас адрес Коперативная. Вы журналист. Да, нет, мне просто интересно. Я представитель местного поколения. Правильно, вы мне сейчас сказали, что у вас сервитут по Коперативной. Мы находимся на Виноградной, правильно? Но я его устанавливаю и не могу его отменять. Правильно, так смотрите, тут написано, что в Коперативной. Да. А мы на Виноградной. Что мы здесь делаем? Так есть с той стороны. Подождите, есть схема, приложенная к решению суда. И что тут нарисовано? Ну вы ознакомьтесь с документами, а потом поднимайте голос. Ну где эта схема? Вот разъясните мне по схеме, что здесь находится? Ну вот вы снова почитайте. Нет, вот где вы? Улица Виноградная. Да, Виноградная. Есть? Там улица Виноградная. Есть номер, есть? Тридцать четыре, а улица чего? Есть проход, полтора метра, есть проход. Ну вот он проход. Слушайте. Ну вот он проход. Вы сегодня представляете претензии, почему вы это не аргументировали? Нет, а при чем здесь я? Я просто пришел. Нет, вот проход полтора метра. Мы здесь при чем? Так я не знаю. Нет, вы говорите, проход полтора метра. Вот проход. Если она не согласна с решением владельца. Это проход или не проход? Нет, по нормам мы видим три с половиной метра. Вы сказали полтора. Полтора только части соседки. И плюс еще территория Сиренка. В общем сумме складывается три с половиной метра. За домом есть въезд прямо к Амазам заезжай. К этому дому она же относится к другую улицу. Хорошо, но это не мы решали, это суд. Решение судак, вы понимаете? Ни с кем. Меня не вызывали. Кто там был в суде? Почему не вызывает все заинтересованные с ума? Никто не вызывал. Ну вот она заинтересована. Не может быть. Вот этот суд решил, если нам сейчас со дня на день выдадут документы. Уважаемые журналисты, я вам хочу сказать. Сегодня не надо делать вот такое вот шоу. Не, подождите, я вам говорю, шоу в чем? Мы находимся на улице Виноградной. Вы говорите за сервиту ту или за кооперативную. Есть законы основания подать. Давайте, посмотрите, сейчас я все поймаю. Ты чего вы понимаете? Давайте. Давайте. Я знаю, что вы красиво все пишите, что я собираюсь скажу. Давайте смотреть. Это вот. Кооперативная, 19-ая, да? Угу. Вот она и 30 метров. Мы сзади за домом у тебя стоим. Почему ты туда не везжаешь? Не стоим здесь сейчас. Ну я не вижу это. Где-то нарисовано, что здесь мы стоим. Нет, не вызывайте. Тут везде какие-то строения. Мы стоим в огородах. Не бывает. Так я сужу с меня вместе. Мы стоим. Здесь у нас нарисованы строения. Мы стоим здесь. Где здесь строения? Здесь огороды. Это не виноградная уже. Тут огород в начале. Виноградная вот тут. Нет, виноградная не вот эта. Виноградная вот тут. Ну вот она. Нет, посмотрите. Два окна выходят в огород, не на виноградную. Ну это же виноградная. Вот он виноградная. Посмотри сколько здесь метров до виноградной. Хорошо. А участок... Я не знаю. Вы сейчас постоянно манипулируете. Здесь нарисована схема дома, которая заканчивается там, здесь еще до улицы, еще, я не знаю, ну сколько метров, метров 10, да? 15. А как прийти в это? Как сюда прийти? Я не знаю ваше предложение. Я предлагаю собраться всем соседям, пойти в суд, все стороны заинтересованы вызвать, а не один человек, один судья. А почему же вы решили без нее? Подождите, я согласен. Она говорит, что в суд не вызывали, потому что земля не ее. Да. Если земля не ваша, какие вы можете предъявлять претензии? Ну, земля поселкового совета, она является частью поселкового совета. Но когда вы покупали эту землю, вы не задавали вопрос, почему нет въезда? Вот, мне вся улица подписала, вот. Ну, человек пользуется этой землей много лет. Почему бы у вас, а не в суде? Так как ее же не вызывали в суд. Не вызывали меня. Здесь кричать и вот какие-то эмоции. Ну, понимаете, над нас здесь ничего не завидают. Правильно, так план действий состоит такой, что вы сейчас показываете сервитут на полтора метра. Да. Вот они поторметы. Нас давали решение суда. Пусть они все едут. С той стороны ее есть земля. Пойдемте на ту сторону. Пусть они заходят с той стороны. Идемте, идемте на ту сторону. Почему бы суд не вынесет решение на улицу Кооперативную, вход с улицы Кооперативной? Я не могу понять, почему. Вот я сейчас вам покажу. А где улица Кооперативная? А с той стороны веса, это вообще другая, вот, где парус, в магазине. Вот это такая улица. Вот это виноградная. А улица Кооперативная? Соседка, которая тоже на сне, чуть не судилась и землю хотела забрать. Вот она продала участок строится. Здесь парк был, она все вырубила. Сейчас покажу вам все. Я уже терпела-терпела. Видите, как они все за нее. Не, меня возмущает одно. Улица Кооперативная, а въезд устанавливали с улицы Виноградной. Вот ее, этот, вот это ее она продает. Вот этот дом, который она хочет въезд. Вон он дом. Не, да, дом. Но он въезд с той стороны. Вот это ее участок она продает. Вот это еще участок она продает, поделила пополам. Вот тут участок она продала, уже строится. Это все, есть земля здесь, она здесь королева. Так пусть сделайте себе участок, проход по своей земле. Ну вот. Я же вам показала, где проход. Вот, но она вцепилась именно, чтобы ей свою землю не отдавать. Между домами, вот ее земля. Виноградная. Ну, скажите. Вы же не когда-то раз туда приехали к вам. Были дома. Была геодезия. Вот сюда, смотрите, вот здесь вот. Вы друг от друга бегаете, а потом пытаетесь какие-то претензии друг к другу. Была геодезия. И вот этот вот дом, виноградный 18, принадлежит Сидорову Петру Ивановичу. Вот геодезию поставила еще тут столбик. Вот. Какой столбик? Геодезия у того столба. Это вы считаете, где геодезия поставила столбик? Нет, нет, нет. Вот тут стоял столбик, а не вытащил кто-то. Я сейчас вижу здесь забор, который здесь забетонирован уже, слава богу, много год. Ну так как это так? Вы жили здесь, ваш забор здесь стоял. А теперь вы хотите передать... А кто здесь жил? Допустим, здесь жил Сидоров, Петров. Он начинается с Сидоров, Петрова. Как я за это до Сидоров? Хорошо, почему она говорит, что вы поставили свою подпись в суде, отказались от присутствия в суде? Кто? Вот сейчас начинает. Где подпись? Меня я вообще не знала. Вы понимаете, вот вы берете, сейчас друг на друга разбегаетесь, сводите лбами в целочную разу, суд, кого угодно. Нет, нет, я никого. Я спокойно работаю, спокойно дома. Она просто приходит, приводит с собой мужиков и начинает мне все валить, все рвать, все выкидывает. Уже второй раз такое. Мы видим здесь забор, который стоит здесь уже, слава богу, много-много лет. Они убрали его, они его убрали, вот он под домом стоит. Они же сами его убрали. Послушайте, мы сегодня стоим здесь, инициатором у нас есть что? У нас есть решение суда. По сути, да? Решение Авидеопольского районного суда 20 лютого 2018 года. И что он постановил? Он постановил, установите, вырешив, позов Сиренко Ирины Евгеньевны задовольните. Высновок есть, эксперт есть, схема есть. Я вам его дам для изучения. Вот копия дам для изучения. Встановинка, без золота, без... Там даже улица не написано вообще. Ну тут написано, смотрите, установите, Сиренко Ирины Евгеньевны, безоплатный, без такого земельный сервитут, на право прохода до належных, ей направо власти спиннического, туалет и там площадь, потом, я кей растошевываю по адресу Кооперативная 19В. Но мы стоим на улице Виноградной, ребята. Так делайте проезд в Кооперативной. Покажите, как. Я не знаю, как. А суд знает, как. Как? Здесь не написано, как. Я же вам еще раз говорю. Встановительное решение, и суд ничего не ссылается на выставок. Слушай, я не судья, вы не судья. Правильно, но суд ничего про выставок встановил, не пишет. Почему вы не обратились в суд? Посмотрите, суд решил в постановительной части. Если бы он сказал, установить проезд в Свиноградной улице, на туда. Да, это одно. Такого здесь нету. Посмотрите, вырешив, установить и проезд, так просто Кооперативная 19В. Вы мне эту бумагу дали, когда я к вам приходила, второй раз, что вы еще не начиналось это все. Не, ну это смешно. Субталаринская кооперативная 19 проезд, его делают с Виноградной. Да, вот этот дом отключится, кооперативная. Так пусть делают вот сюда, должен туда вот лопать. Для пожарного уезда. Это общий вот этот дом. Ну вот соседка, сколько вы лет здесь живете? Боже мой, у меня уже... Ну много лет живете. Да. Как вас зовут? Маша. Мария, фамилия есть у вас? Кашук. Вы живете по Виноградной, да? Да, вот. Этот дом относится к Кооперативной? Вот тот, вот тот. А этот Киноградный? Виноградный. Так вот пусть тот дом делает Кооперативный вход. Такие проблемы. Если тот дом относится к той улице. Адрес Кооперативная, они бьют. Понимаете, там был раньше курятник, сарай. Потом она сделала квартиру. А когда сделала квартиру, ей надо продать и не дать ответ. Так вот, когда делала квартиру, надо было думать и за проезд сразу. Покажите мне, как сюда можно въехать. Вот вы грамотно скажите. А зачем тебе туда въезжать? Ну я не знаю. На этой схеме, смотрите, на этой схеме, я не понимаю, что это за строение. Ну поверьте мне. Почему я думаю? Вот что вот это такое? Вот это что? Многоквартирный дом? Она могла взять еще одну комнату и сделать оттуда въезд. Как мне сюда зайти? Ну вот проезжайте, вон там есть земля. Там все дорогие. А здесь, как ваша фамилия? Мазанюк. А что, при чем есть Мазанюк? Где ее документы? Я хочу геодезию посмотреть. Все у меня есть. Вот у нее какие-то документы. Покажите. У меня все есть. Я 5 лет. Не, ну просто ученок здесь стоит забор уже лет 20-30. У меня вот вопрос есть. Ну и что, право пользования есть? Раньше не было права собственности, да? Она же плодит за эту землю. Да. Мазанюк, у меня тоже есть вопросы. Вы мне принесли газету и оставили выезд выноса гранит на 12 часов. Да. Мы три раза приезжали в дождь. Никого здесь не было. Да не надо что. Приезжали три раза. Мы стояли по тренингу. Мы стояли обманным путем. Нет, нет, нет. Я написала заявление. Обошли поселковый совет и подали документы. Я к вам зашла. Заявление есть с ответкой вашей? Дала вам газету, а вы сказали напишите заявление, летний. Правильно. Я написала заявление и мы приехали. Мы приехали. Когда был у нас 12 часов? Нет, мы уже сегодня не были. Мы вот все соседи здесь живут. Мы стояли ждать. Ну вот соседка здесь живет. А какой есть у нас суда? Роман, вы журналист. Нет, я просто... Не, правильно. Так вот соседка здесь живет. Вы здесь живете. Пожалуйста. А вы государственные служите. И в принципе больше... Обязаны. Нет, вы обязаны. Я ничего не обязан. Да. Я обязана прийти и исполнить... Правильно. Вот соседи говорили, что вас не было. Не было, не было. Вот. Ну вот человек. Она брет. Подожди. Я не видел. Тебя видел. Вот он был. Мы приехали. Смотрите. Выделили, не подошли. Почему не было? Да конечно. Вот сейчас полы было у нас и до 10 дней почти. Я геодезистов набирала. Их не было. Вот в чем вопрос. Понимаете? Ну пожалуйста, посмотрите. Я же... Дайте покажите, что там за документы, чтобы она там... Что? Что она хочет посмотреть, покажите. Она все уже 200 раз видела. Она это кто? Ну соседка. Как вас? Вот пожалуйста. У нее схема есть. Мало что еще в том году делала. Ну? Схема это не документы. Почему не документы? Конечно. Но она сейчас по нему разрабатывает землетвор. А вы что показываете? Покажите схему. А что нужно? Только что сказала схема не документы. Покажите схему. Ну так покажите. Ну вот покажите ей схему. Ирочка, у тебя есть моя жетеза, Ира. У тебя нет документов. Поверьте мне. Покажите. Зачем скрывать? Ну покажите. Вы как совладельцы должны были поставить подпись на плане. Вы поставили? Согласно. Вы поставили? Мне ГРАП подписал. ГРАП это представитель органов местного самоуправления. А вы должны подписать усмежников. Вы подписали? Ну все что я тут реально вижу, что тут игра в одни ворота. Ну то есть советы играют в одни ворота. Вы посмотрите, когда это было сделано. Ну что вы неправильно смотрите. Ну и что? Ну и что? И что? Выбирайте как вам выгодно. Как вам видно. Частная фирма. Покажите. Это противозаконно? Я не закончила. Они даже частная фирма? Я не закончила. Я зазвонила туда. Я не закончила. Угу. Документы. Все должны быть подписаны в государство. Кто вам это сказал? Государство. Здрасте. То есть вы считаете, что частный бизнес в Украине против оконавра? Не с соседями. Здрасте. Нет. Соседи подписали. У нас очень много сегодня, да? Ну, кадастры, наверное, будут получать только сейчас. Когда? Ну, когда затвердят проект и все. Да. Господа, с девятого месяца согласования с соседями нет. Ну я не знаю, кто подписал? Сзади все соседи подписали. А все ее подписали? Да, все соседи подписали. Ну, погожите. А кто за нее подписал, говорите? Граб подписал. Граб не может за нее подписать? Я не знаю от чего Граб подписал. Это все ерунда какая-то. Не мог Граб подписать. Ну, все настолько глупо, что говорить не очень. Ну, если без ее подписи... Это не может сделать, а вот у нее очутилась эта negativity без ее подписи. О. А у нее нет собственности на землю. А у нее есть собственность на землю. А у вас есть собственность на землю? По какие границе? Вот покажи. Красную точку. У вас собственность на землю, земельные акты с кадастровым номером? Ну покажите акт на землю. Когда успели сделать, интересно. Тогда, наверное, когда у тебя... А что ж вы не взяли подписи снежника в таком случае? Они документы мне не подписывали, держали. Ну они... А ей делали все. Ну подождите, то есть не надо, а с вами, если за вас подписал тот совет, не подходит, да? Нет, это абсолютно неправильно вы сейчас... Хорошо, так подожди. Какого года у вас государственные акты? Государственные акты отменили, по-моему, с 2013 года. Я не знаю, когда их отменили. Пусть принесет документы. Если Сиренка утверждает, что у нее есть ГУСАК, но это как минимум не 2013 год, а значит до него. Правильно? Сегодня 2018. Кричать, ну как бы обвинять, нет смысла, что кто-то где-то что-то не делал. Ну я не могу понять. Я вижу здесь забор, которому, ну наверное, лет 30, да? 25. Она когда пришла, она прогородила. Как можно было получить землю за границами забора? Ну это просто абсурд какой-то, ребята. Давайте что-то делать. Как можно отдать? Ну так давайте что-то делать. Вернем документы по границу забора. Что будем делать? Мы тоже когда-то с соседями делали документы. У нас не было ни у кого права собственности на землю. Но у нас был забор, по которому когда-то колхозы давали землю. И мы с соседями взяли по тем заборам, по которым мы живем. Ирина вышла мне. Здесь стоит забор. Сегодня основание, конечно, подадим в суд и отменим приватизацию этой части. Ну естественно, как если у нее забор здесь 30 лет, а она 3 года назад взяла, сделала на ее участок. Это абсурд какой-то, ребята. Ну так можно вообще все забрать, да? Вот как эта квартира у нее идет, вот так вот и забрать все. Она же говорила, это же не то, что я там придумывала. Она говорила так, да вот я хочу все до конца, аж до дома туда. А тут бильярд, моя, она видимо, хоть кучу отрывает бильярд нашу. Ну я считаю так, в данном случае надо всегда основываться на том, как люди поделились 30 лет назад, да? Все. И это уже не надо оспаривать, да? Это еще делилось тогда, когда не было ни государственных актов, ничего. У нас у всех соседей земля неприватизированная практически. Все честно живут, друг друга не делят. Здесь 15 на 9, это надо забрать последнее. Ну показывайте документы на землю. Я не могу так быстро, я нервничаю. А не надо нервничать? А что это не надо? Это мое право. Недависим. Станет плохо, да. Да, мне неплохо, 180, 120. Не бравируйте. Но это не документ на землю. Почему? То же самое, как у нее схема. Ну вы смеетесь, ГОСАК покажите. Нет, это у нее документ. Нет, так вы только что сказали, что у вас земля приватизирована. Покажите ГОСАК. Почему вы так громко рассказываете? Ну у меня такой голос. Притушиваете. Да, ничего я не должен притушивать. Нет такого закона, который меня запечатает так говорить. Скажите, где ГОСАК на земле? Вы только что сказали, что он у вас есть. Ну вы видите, но это какой-то абсурд. Она врет, постоянно врет. Врет. А берите ГОСАК. Каким словом? Врет. Это не оскорбление. Вы только что действительно соврали. Вы сказали, что вы принесете ГОСАК. Мы сегодня все мобильные, правда? Мы сейчас заходим в публичную карту Украины. Кадастровая. Ну публичная кадастровая карта Украины. Абсолютно публично, самостоятельно. Технический паспорт, это не право собственности. Я же не говорю, что это право собственности. Нет, так вы мне сказали, посчитайте, кто собственный. Технический паспорт выписывается, знаете, на кого угодно. Ну конечно. Право собственности определяет право собственности, а не технический паспорт. Она все имеет право. Зайти в любое время дня и ночи, сорвать, вырвать. Публичная кадастровая карта, и мы увидим кадастровые номера земли. И тогда надо приглашать специалистов и показать, что это. Выйти к державному правотину. Ну все, право собственности. Ну, на что? На дом. Правильно? Это два разных права собственности. В Украине это разделено. У меня тоже есть акт собственности дома. На работе папка лежит. Я вам подвезу в любой момент. А нам не надо подвозить. Вот привозите. Вот есть. Вот мы стоим сегодня территориально. Вот угловой. Они все идут. Здесь когда стражей баннер. Ну, это надо все... Мы сейчас... Где это улица? Где я вижу, что это здесь? Сориентируйтесь. Как? Покажите карту. Мы сейчас видим просто ксиники и квадратики. Может мы Винницу смотрим. Правильно? Подадите на меня в суд. Да нет, ну это мышь... Не, поймите. Мы можем, конечно, посмотреть по кадастровой карте, но сам факт. Вы поймите. Невозможно приватизировать землю. Если стоила в забору 30 лет. И прийти приватизировать ее поэтому. Ну, это, ребята, смешно. Идемте, я вам покажу конфигурацию. Во-первых, тут Тайя уже жила здесь. А тут было что у нас? Не, мы тоже едем. Мы едем уже тоже. Ну, то есть, получается, человек здесь живет, сука, лес. Стоит забор, с поль с землей. Тихаря взяли, отрезали. Все время Тайя здесь жила. Вы знаете, что получилось? Видите газовая труба? У меня тоже стоит у соседей через дорогу тоже газовая труба. Поэтому, когда люди поставили газовую трубу, мы решили вот тут вот сделать забор. Зачем она нам это делает? Она врет. Газовая труба 30 лет назад не ставила? Нет, конечно нет. Газовым трубам где-то лет 15 максимум, 20, да? Почему вы ставите трубу за забор? Она это уже говорила. Но они соседи говорят? Ну не 30 лет. Я же здесь не живу. Слушайте, вы вообще не заходите. Ну, подождите, ну они... В 91-м, 93-м был год газовая труба. А? Нет, в 95-м году, в 97-м начали, я помню. И вот они начали трубу рядом. Мы живем с 90-го года. Мы провели по 95-м или... Если бы она нас вела, мне бы было проще поставить забор. Ну, газ идет пока по забору, правильно? Мы видим. Вот так и принял. Газ идет по забору, мы видим. Ну, не тут. Как орган местного самоуправления? Ну, давайте, вы сейчас принесете. Я не знала, что вы и придете. А зачем мне придете? К вам пришла сегодня комиссия, что вы их не принесли? Сегодня комиссия. Комиссии? Они не нужны. Как это не нужны? Без документов. Да, комиссии не нужны. Ну, так документы всегда надо их приносить. Они постоянно приезжают толпой, здесь меня давят и уезжают. А я как дурочка стою. А что у вас конкретно стою? Я не за вас говорю. Ну, подождите, ну кто? Вот толпой кто-то давит? А кто был? А меня представитель. Вы видите, что здесь стоит забор, которому много лет. Сыль вас был не один раз был. Ну, вот соседи все говорят, что этот забор здесь стоит 25 лет. Повали. Ну, вы сейчас только что говорите. А я устанавливаю факт, что его распадили, вы понимаете? Мне уже попали. Правильно. Валим. Суд постановил. А они взяли сами в унис. Суд, мы прочитали четкое решение суда, что установить сервер тут кооперативное 19-ое. Переходите на улицу кооперативное и устанавливайте. Будьте добры, по поводу забора, я хочу обновить забор. Вот это? Ну, обновляйте. Я убрала часть забора, да? Хотела его обновить. Обновить по эту грань, то есть. Да, передвинуть на 2 метра. Стоп, стоп. Его кого? Забор. Ну, там, где стоят стулбики, там и ставьте за него. У меня геодезия до красной точки. Это неправильная геодезия. Нельзя сделать геодезию. Стоп, ее кто-то оспорил. А кто ее сделал? Государство. Ну, как это государство? Вы приходите в чужой огород, делаете геодезию втихаря. Как это так может быть? Ну, это мошенничество. Я согласовала с собственником этой земли. А кто собственник? Государство. А? Государство. Нет, это земля поселкового света. И она такой... А государство что ли? Нет, подождите, это местное самоуправление. Государство это в Киеве. А здесь в Минсомбле. И она является таким же частью поселкового совета, как и вы. Понимаете? С ней надо тоже согласовывать, да. Вы, вот эти все люди, вот депутаты, они выбирают представителей в поселковый совет от себя. Потому что поселковый совет это каждый житель. Вот она поселковый совет, она поселковый совет. Они все поселковый совет. Господин Вашинин, давайте документ на документ. Документ на документ. Нет, вы только что сказали, принесете документ на землю, не принесли. Ну вот тогда, вот давайте, когда принесете, мы придем еще раз. Не надо придем, я сама к вам приду. Ну мы, нет, давайте мы разбираться со всеми. Я вам хочу сказать, не надо читать вот это, что он там выбирал. Вы пишите, что он постановил. Я хочу найти ссылку в решении суда именно на это. Нет, она должна была быть в постановительной части. Значит надо это решение суда, оно завело еще больше всех тупик. Это решение суда ни о чем. Вы знаете, кто читает у каждого своя... Так его надо было обжаловать. Да зачем его обжаловать, если это решение суда, а к ней не имеет никакого отношения, она живет на виноградной. А тут решение суда кооперативной. Роман, вот вы сейчас уехали, покричали, не предложив правильного выхода. Есть выход. Нет, смотрите, есть выход. Есть решение суда проведить сервитут с кооперативной. Проводите. Вы построите, пожалуйста, мысль. Мы можем с вами прийти к Гандзию с решением его суда и сказать, товарищ Гандзи, вы вынесли неправильное решение. Он вам скажет, мы кто. Это решение суда конкретно этой женщины и его дома вообще не касается, потому что там ничего не сказано про ее адрес, что надо забрать у нее какие-то полтора метра земли. Там этого ничего не сказано. У нее никто не забирает. А чего же там не написали, что наложить сервитут по улице Виноградная? С улицы Виноградной? Потому что адрес 19. Кооперативная. Вот и поедите с той стороны. А это Виноградная. Надо было внести предложение. Кому? Зачем? Так пусть суд теперь заново рассматривает это дело. Суд не решил вопрос ни к чем. Ну так это суд, подождите, это суд ни чем не решил вопрос? Хорошо, конечно, он не решил. Претензии к нам какие? А претензии к ней какие? Никакие. Ну так это ее забор все. Зачем мы здесь собрались, если суд неправильно решил? Ну все. Она делает дальше документы по этому забору. Вот и все. Вот твоя корректура. Вот твоя земля. Делай вот с той стороны. А что ты сюда? Какое обвинение я вывинул? Лично вам. Вот вы на всех кричите. Вы наставляете. Какое обвинение лично вам я вывинул? Не мы сносили зуб. Этот забор не мы сносили. Правильно, да? Вы пришли. Вы на всех давите. Вы сказали, что я обвиняю. Лично вас. В чем я обвинил? Вы говорите, что сельщина рада пришла неправильно делает. Я такого не сказал. Лично вас. В чем я обвинил? Вот вы так на всех говорите. Вот сейчас пришли и вы вот полчаса никому не даете говорить. Вы только давите. На каждого голос повышаете. Я давлю. Там написано, когда нам показывают решение суда про улицу Кооперативную, а здесь все люди стоят с улицы Виноградной. И когда соседи говорят, что этому забору здесь 25 лет, то вы меня извините. Она мне давит уже 2, уже полтора года давит. Ну это какой-то абсурд. Почему она идет, но вы не идете? Зачем я идти в суд? У нее забор никто не передвигает. Это ее территория. Зачем я идти в суд? Уважаемое собрание, могу я сносить свой забор? Нет. Это граница ее участка. Я могу сносить свой забор. Столбы нет, а за шифер свой забрали. Это мой, за мои деньги построен. Кто? Это мой, за мой деньги. Как вы это докажете? Зачем вы здесь сломали, снесли без них? Вот это да. Вот это зачем вы делаете? Это же таваранс такой. Понимаете? Я дома сплю, почему? Вот это вы без нее не могли делать. Вот это вы сделали, вы свой могли сносить. Сносите себе, сколько хотите. А этот вы зачем в дом дал право? Я предлагаю вам назначить новую сходку. Все приносите себе документы. Пригласите сюда судью Гонзия. Сюда. Потому что это нереально. А что это я должен соображать? Судья Гонзия поступил, постановил что-то по улице Кооперативное, а вы нам пытаетесь... Роман, помогите нам пригласить сюда. Это не моей заботы. Это не... Ваши. Я была... Ваши. Вы власть. Вы получаете за это зарплату. Да. И плачу налоги. Вы выполняете свои функции. Да. Все. А вы платите налоги? Да. Плачу. Обязательно. И он оформлен в редакции. И получает зарплату. Молодцы. Да. Потому что мы... За официально оформлен работу и получает зарплату. Как орган местного самоуправления, представитель, я вам говорю, что я завтра напишу приглашение... Ганзию. Ганзию. Супер. Вы представляете, какой будет... Поехали, Ира. Мы вас там пришли, чтобы подверили в Северном районе. Это будет супер. И все. На камеру. Еще. На камеру. В начале всей этой процедуры я предложила ее семье деньги. Она побежала в сельсовет и бегала по сельсовету и кричала. Ира предлагает мне взятку за то, чтобы я ей отдала полтора метра. Кожа, клянусь с семьей детьми, что она врет. Она просто врет. Вы предложили, а вы отказали. Она постоянно врет. Мы предложили, а вы отказали. Можно я закончу? Она врет постоянно. Я многодетная семья. У меня еще есть дочь. Четверо детей у дочери, мать-одиночка. У меня шестеро внуков, один правнук. Все здесь приписаны, живут на квартирах. Рыбка моя. Это же дело не в этом. Это да. Но тут, если мы... А детки у нее один из... Если у нас кусок этой земли отожмут, тут у нас сливная яма, то есть выгребная. Ваша. Ваша. Ваша водопровод. Она забирает мой водопровод. Ее уже и некуда будет. Я могу тебя передвинуть. Дальше идет... Все. И она может пользоваться. Мы уже говорили. Я лично в этом решении суда ничего не вижу против вашей земли. Честное слово. Улица Кооперативная, дайте ему сервитут. Так и давайте с улицы Кооперативной. Ну почему-то поселковый совет решил... Виноградный его провести. Просчитать решение суда по-другому. Ну все, я понял. Давайте мы договоримся так. Они толпой приезжают каждый раз. Давайте мы договоримся так. Я вижу, что ни одного решения суда против вас здесь нет. Я вижу, что соседи подтверждают, что все эти границы участка, где существуют десятилетиями, здесь сижу, и никто не имеет к этому претензии. Я поэтому считаю так, что если выделять сейчас кому-то землю, то надо выделять по тем границам, по которым установили уже, слава богу, много действий. Кто-то хочет у кого-то выкупить землю, пусть договорится. Есть проблемы. Но если человек... Но не хочет она все, и не имеет ни одного права. В общем, с конфликтной ситуацией по улице Виноградного поселка Виталининского журналисты Роман Варшнидзе и Андрей Хлопчик.